Дорогие соотечественники! Вот и завершается 2016 год. Это был очень непростой год. С одной стороны, это был год надлома старых представлений о том, как должны жить люди. Как должны жить люди на земле и в своих отечествах, в первую очередь. Почему я сказал слово «надлом»? Потому что мы видим раскол элиты сообществ в западных странах. Мы видим, как политика, идеология и методология двойных стандартов приводит к кризисам, приводит к военно-политическим конфликтам и, главное, к гибели людей. Но, с другой стороны, всякий надлом, всякий упадок – это и ознаменование чего-то нового, каких-то новых тенденций. Тенденции, которые вселяют надежду. Ну, прежде всего, что основнуют вот эти тенденции, эти сдвиги в нашем мышлении, в нашем восприятии мира? Первое. Мир явно перестает быть однополярным. Нарождается новый многополярный мир. В этом новом многополярном мире такие страны, как Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и другие страны начинают все больше и больше заявлять о своем присутствии не только в мировой экономике, но и в мировой политике и геополитике. Молдова – маленькая страна. Казалось бы, это нас не должно волновать. Некоторые политики прямо так и говорят. Мол, что там с этой геополитикой? Она только раскалывает общество. Она туда-сюда. Но мы живем вот в таком мире, где все взаимосвязано. В мире, где у нас потихонечку прибрали к своим шаловливым ручкам наш суверенитет. Мы подписали кабальное соглашение, которое нам ничего не дает, кроме проблем. Мы получаем кабальные субсидии, которые ничего нам не дают, кроме, опять же, необходимости их когда-либо возвращать. И все это идет по нарастающей, вернее, шло по нарастающей до сих пор. И вот в этом году произошел ряд событий. Я имею в виду избрание нового президента. Я имею в виду и явное улучшение взаимоотношений традиционных исторических связей с Россией. Для того, чтобы обсудить эти темы, вот это рождающее новое мышление, надежды, мы пригласили в гости нашего доброго друга, посла Российской Федерации, историка Фарида Мухаммедшина. Рады вас видеть на нашей передаче авторской программе «Позиция». Фарид Мухаммедшин, вы же знаете, что у нас «Позиция» передача неофициозная. Мы говорим вот как от сердца к сердцу, от человека к человеку. Скажите, пожалуйста, вот наши соотечественники, которые вот сейчас смотрят эту передачу, наверняка бы хотели услышать, а что думает искушенный и в политике, и в истории человек, такой, как вы, с огромным опытом, о тех процессах, которые происходят сейчас у нас в стране и за рубежом, и на что нам надеяться на дальнейшее, по какому пути, вы видите, может пойти Молдова. Спасибо большое, Виктор Иванович, за вопрос. Он, на самом деле, очень актуален сегодня. Я коснулся, может быть, трех уровней этого вопроса. Первое – на межгосударственных отношениях. Если вы коснулись истории, то понятно, что в следующем году, в 2017 год, этот год, особенно для нас, для наших отношений, мы будем отмечать 25-летие установления депоотношений между нашими государствами. То есть новейшая история, 25 лет, мы строим отношения, с одной стороны, базируясь на многовековые устои, многовековый опыт наших отношений, с другой стороны, в современном мире, где, как вы правильно сказали, все быстро меняется и меняется в разнопланово. Наверное, на самом деле, мы постепенно идем к многополярности, когда не может диктовать какое-либо государство, свою волю для всех, с тем, чтобы мы могли жить, защищая свои национальные интересы. В данном отношении, в этом отношении между Молдовой и Россией последние полгода, даже чуть больше, можно говорить, от течения уже почти года, произошли многие изменения с точки зрения сближения наших позиций. Вот если это интересно слушателям, я о двух словах мог бы это прокомментировать, как я это вижу. Ну, во-первых, начнем, может быть, с конца избрания Республики Молдовы, президента. Здесь они все называют пророссийским президентом. Но мы прекрасно понимаем, что Игорь Николаевич Дадон, он больше государственник, он больше человек, болеющий за проблемы страны, за сохранение национальных традиций, устоев. Но, естественно, укрепление отношений как с Востоком, так и с Западом. И в этом плане я бы сказал, что руководство сегодняшней Молдовы примерно так же думает и поступает. Почему? В течение этого года состоялись ряд встреч на уровне руководства наших стран. Например, премьер-министр Филипп встречался и нашим премьер-министром Медведевым в рамках мероприятия СНГ в Бишкеке, было заседание Совета главправительств. А потом, опять же, в Бишкеке была встреча Павла Петровича с нашим президентом Блэмиланчем. Опять же, на полях СНГ это заседание Совета главгосударств. Где они имели конкретные встречи и двустороннего характера, где наш президент высказался в пользу установления более крепких отношений, в том числе торгово-экономических. И были высказаны ряд рекомендаций. На этом фоне активно работали наши, мои коллеги, наши партнеры в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой. Если с нашей стороны эта комиссия вызывает зампредправительства Дмитрий Рогозин, то с молдавской стороны господин Калмык, Автавян Калмык. Вот, допустим, в течение года они несколько раз встречались. Последний раз состоялась встреча 29 ноября в Москве после многолетнего перерыва заседаний комиссии. Почти три года не было таких крупных заседаний, кроме различных контактов. И подробно были рассмотрены текущие проблемы взаимоотношений между нашими государствами, торгово-экономических отношений и коммунитарных связей. Что здесь наиболее важного, чтобы знали телезрители? Это то, что в течение полугода мы готовили на экспертном уровне, согласовывались со всеми министерствами, ведомствами наших стран, так называемый план действий на два года, на 2016-2017 годы, который предусматривает ряд позиций по активизации торгово-экономических отношений. Это открытие рынка Российской Федерации для молдавских товаров. В этом плане я даже взял с собой этот план, он очень большой, он так и называется, план действий по развитию российско-молдавских торгово-экономических отношений на 2016-2017 годы. И он достаточно объемен. Он тогда был утвержден? Он был 29 ноября этого года, буквально месяц тому назад. И здесь и разделы торгово-экономического сотрудничества, где расписано министерством, ведомством, в каких направлениях работать. Здесь и вопросы связаны, значит, по обеспечению продолжения статуировничества на площадках СНГ. Я хочу напомнить телезрителям, что в свое время Республика Молдова подписала соглашение о зоне свободной торговли СНГ, и до подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом торговые отношения у нас были очень активные, прямые и беспошлинные. То есть, очень было бы торговать в рамках СНГ. Такое соглашение было подписано восьмю странам СНГ, и эта зона свободной торговли СНГ позволяла Молдавии сотрудничать, торговать со всеми странами, которые были в зоне свободной торговли. И когда было подписано соглашение об ассоциации, конечно, возникли проблемы. И в этом плане наше предложение о том, что создать трехстороннюю комиссию Россия, Молдавия и Евросоюз, и обсудить возможные разногласия, возможные противоречия между двумя соглашениями, оно не было поддержано ни с Молдавией, ни с Евросоюзом. Мало ли это двустороннее наше дело, это не касается Российской Федерации. Тогда мы были вынуждены ограничить, с одной стороны, ряд товаров, потому что через Молдавию могли попадать в страны СНГ, в Россию товары третьих стран, непроизведенных. В Молдавии, с другой стороны, открыли торговлю в рамках требований ВТО, Всемирной торговой организации, то есть на основе налогов, пошлин, всяких тарифов и так далее. Международных соглашений. Да, и тогда, естественно, многие товары стали для Молдовы неконкурентными способностями. Таким образом, 20,5 года показало, как в степени был открыт европейский рынок. Мне кажется, я помню, кроме зерновых, квоты, которые открывал Евросоюз для своего рынка, не были выполнены, и при этом был закрыт и наш российский, то есть СНГшный рынок. И эта проблема возникла после подписания соглашений. То есть, грубо говоря, тут потеряли, там не получили. Примерно так получилось. Потому что для того, чтобы идти в рынок Евросоюза, мало того, чтобы вложить, надо большие средства для того, чтобы обновить технологии, обновить, значит, выйти на уровень стандартов Евросоюза, это и хранение этого покупки. Огромные затраты на рекламу, на все прочее. Европейский рынок, хотя он большой, но у них свои проблемы. И чтобы выйти на этот рынок, нужно много лет очень хорошо поработать. Что не имело возможности сегодня. Республика Молдова, значит, вот так внезапно, так быстро. Хотя звучало красиво и много обещает. Ну, какие-то вещи идут. Постепенно-постепенно были приняты ряд законов парламента. Там, насколько я понимаю, около 60 законов за короткое время. Постепенно процесс идет. Но ни одного двух лет. Это многоходовая такая процедура, так сказать, выхода на европейский рынок. И в этой ситуации мы прекрасно понимаем, что российский рынок известен для товаров Молдовы. Российский покупатель прекрасно понимает качество и стоимость доступных молдавских товаров на российском рынке. Потому что это десятилетиями. Да, это не только десятилетиями, это много, много, много лет. А ведь в советское время Молдавский край был одним из святощих, так сказать, республик, которые поставляла для всей страны свои товары. И было расписано, когда, что к чему. И тот период, он был характерен не только развитием сельского хозяйства, но и промышленности, науки и других сфер. То есть смена ориентации получается такая резкая, неожиданная, мало чем обоснованная, непостепенная, привела к тому, что стали разрушаться традиции не только исторические, не только экономических связей, но и, скажем так, чисто торговых. Но здесь... Почему я говорю слово традиция? Вот вы как историк, и поэтому, насколько вот я читал много ваших статей, вы как-то подарили мне даже там целый сборник под вашей редакцией, выпущенный в МГУ. И я заметил, что вы очень большую роль уделяете фактору традиций, потому что традиции не накапливаются за год-два. И скажите, пожалуйста, вот как вы видите, вот насколько важно сейчас восстановить вот эти традиции, и насколько это трудно? Я думаю, что как раз многие межгосударственные отношения, многие аспекты межгосударственных отношений, они базируются на традициях. Если взять Россию и Молдову, мы можем начинать с 13 века, но с 15-го мы можем уже говорить о конкретных лидерах, тот же Штефан Щелмара и Иван Третий, да, с этого периода. А если взять позже, период Петра Первого, то это Кантемир. Когда наши отношения были настолько близки между дворами, между народами, то это постепенно-постепенно откладывалось из поколения в поколение. Вот, и тем более, если мы живем в одном православном, так сказать, пространстве, ментальность наших народов очень близки. Когда мы много лет в единой системе образования находились, то и интеллектуальные наши возможности наших народов, наших жителей, граждан, они тоже очень близки. Почему в России молдавские трудовые мигранты пользуются большим авторитетом и уважением? В том числе по этим причинам. Мы очень хорошо друг друга понимаем. Мы очень хорошо знаем, так сказать, историю друг друга. И в этом плане, вот сегодня говорят по линии специальных органов Российской Федерации, более 700 тысяч граждан в Молдавии находятся в разных, может быть, ипостасах в работе. Но где-то около полумиллиона это официально находится. Как раз одной из причин, которой сегодня мы хотим подписать соглашение, три соглашения между правительствами наших стран, это о трудовой миграции, это о борьбе нелегальной миграции, о реатмиссии. Это соглашение почти готово, там несколько позиций осталось для согласования, мы ее сейчас между двумя МИДами заканчиваем. И, видимо, весной это соглашение будет подписано, что это означает для наших стран. И российские граждане, работающие, живущие в Молдове, и граждане, работающие, живущие в России, получают правовую основу для своего труда. Это социальное страхование, медицинское страхование, это условия жизненного труда и многое другое, это пенсионное обеспечение, это как государственный орган должен поступать в случае каких-то неординарных случаев, бывают в жизни, в разной ситуации. То есть это вот те самые права человека, о которых столько много говорят на закупке, и в которых... Да, но между нашими странами, вот так конкретно для трудовых миграционных служб, не прописано. Да, есть большие соглашения между нашими государствами, их около 150, в них мы всегда найдем правовую основу того или другого действия тех или других органов. Но есть вещи, которые требуют конкретики в каждой сфере, допустим. То же самое примерно, значит, традиции, о чем вы говорите, гуманитарной сфере. Вот у нас три года такой достаточно быстрой, семенной правительства, у нас нет подписанного соглашения в гуманитарной сфере. У нас была традиция на три года подписывать программу гуманитарного сотрудничества между нашими странами, значит, сферы образования, культуры, науки, спорта, туризма и ряд других сфер, которые вокруг этих сфер, этих вот направлений. Поэтому она готова тоже. Вот мы думаем, что мы сейчас ее заканчиваем, она постоянно обновляется, и думаю, что как раз весной этого года также будет подписано. На этом фоне более десяти различных соглашений между нашими министерствами и ведомствами. Допустим, соглашения между министерством культуры специально. Если это рамочные, то по министерству культуры есть и более подробные. Когда должны произойти дни культуры, там, России, Молдавии, а наша Молдовская, значит, Россия там. Или между Министерством образования и науки России и Министерством просвещения, значит, Республика Молдова. Почему? Да потому что у нас есть прямой интерес в том, чтобы сохранить русский язык, поддерживать школы с русским языком обучения. Их сегодня, каждая четвертая школа в стране, это русским языком обучения. Поэтому, естественно, мы имеем прямой интерес в поддержке этих школ. И здесь должна быть более развернутая программа оказания содействия с нашей стороны, в том числе, не только со стороны государственных органов Молдовы, в этих вещах. И такое соглашение готовится, и ряд интересных указов, подписанных президентом, в этом плане, не только которое прямое отношение имеет к Молдове, это концепция русской школы за рубежом, это концепция русского языка за рубежом, которая позволяет сегодня... То есть это общая государственная политика. Да, а вот на базе этой политики мы делаем конкретно по данному случаю по Республике Молдовы. Вот таких вот соглашений, таких планов действий, они у нас по всем сегодня направлениям работают. Поэтому этот вот план действий, который я вам говорю, он рассчитан... Вот видите, межрегиональное сотрудничество. Это огромное сегодня мероприятие проводится между регионами России и, допустим... Кстати, это великолепная форма, вот именно межрегиональная. Потому что иногда вот то, что очень трудно все эти конкретные вещи осуществлять наверху, они на уровне регионов решаются куда проще. Потому что, скажем, есть определенное знание менталитета друг друга. Потому что Россия огромная страна. Если мы возьмем, скажем, регион Северного Кавказа или где-то Чукотка, или возьмем, скажем, средняя полоса России, там какие-то свои традиции, уклады, традиционные какие-то связи, знакомства. И вот это то, что власть позволяет опускать вот эти решения с самого верхнего уровня вертикали до регионов включительно, вот мне кажется, это даже как это слово не в последнее время не потеряло во многом своего шарма, это очень демократично. Совершенно правильно. Вот у нас где-то около 50 соглашений подписано за 3-4 последних года о межоригональном сотрудничестве. Это разные регионы Молдовы, это и Гагаузии, это Бельсии, это другие районы. Это конкретно, а как в советское время называли, братские, как называлось оно, партнерские. Да, партнерские, вы помните, дружили городами, областями, это традиция, кстати, очень хорошая. В этом плане вот мы все это сейчас восстанавливаем. Как пример могу сказать, но казалось бы, что интересного Севертловская область может найти Молдавия или молдавская сторона может найти Севертловской области. Вот буквально, значит, на прошлой неделе была здесь делегация из 15 человек, Севертловская область была главе замгубернатора. Значит, они посетили несколько регионов страны, посмотрели, значит, и презентовали свои возможности, ну и изучали, что может быть интересно для них. Приняли участие, значит, как раз в инаугурации нового президента. Ну и мы им организовали Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства, значит, Министерство здравоохранения. Казалось бы, такие разнополярные Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства. Ан, пожалуйста. А почему? Потому что в составе делегации были Министр культуры, Министр промышленности, Министер, значит, замминистра здравоохранения, и были человек восемь, крупнейшие, руководители крупнейших заводов и корпораций Свердловской области. Вот, конечно, вот такие контакты, они минули центральную власть и при их поддержке. Мы организовали, значит, встречи в Минкульте, Минздраве и Минсерхозе. И они, наконец, нашли очень интересные для себя проекты. И вот весной ежегодно будет выставка этой Свердловской области как раз по инновациям, под руководством премьер-министра Медведева. Собственно, это область размером добрую Францию или добрую Германию. Да, да, да. Примерно так. Поэтому, вот это вот как раз традиционно, люди находят общий интерес. Ну вот традиционно у нас является наше взаимоотношение топливо-энергетическое сфере. Буквально на прошлой неделе приезжал зампред Газпрома, где, встречаясь с руководством страны, определились о том, что сейчас трехлетняя программа поставки газа, то есть мы ежегодно подписывали, сейчас будет подписан на следующий год, а может они успеют еще подготовить трехлетнюю программу. И цена эта все ниже и ниже становится, потому что та формула, которая между нами, между нашими сторонами определена, она позволяет получать гибкие решения. Да, гибкие сыновые образования для таких сфер, для деловых кругов. Вот мы сейчас в рамках межправкомиссии определили, что у вас ежегодно 1 февраля проходят мероприятия, бизнес-форум, где собираются бизнесмены, деловые круги всей страны, показывают свои достижения, всю продукцию, которая производится, и приглашают зарубежных гостей и говорят о проблемах. Вот мы думаем по линии торгово-промышленных палат. У нас три года назад еще был подписан, не подписан, а учрежден деловой совет России и Молдовы, торгово-промышленной палате Российской Федерации. И сейчас новый импульс? Сейчас мы дали новый импульс. Они в рамках межправкомиссии Москвы подписали между двумя торгово-промышленной палатой и деловым советом соглашение. И сейчас большая группа наших деловых людей планируется приехать 1 февраля на мероприятие в Кишинево. И тем самым и на этом фоне, независимо от каких-то официальных органов, в части деловых кругов, восстановить эти контакты. Это тоже записано в планах. В сфере промышленности, хотя у нас не так много, но сегодня два министерства соответствующие говорили о пассажирском транспорте, улучшение взаимодействия в этой области. Потому что логистика такая, что все через перевозки идут. Да, и логистика сложная. Логистика, да. В этом плане мы увеличили для молдавских транспортов десятикратно возможности их работы на рынке Российской Федерации. Ну так это можно прорывом назвать, наверное. Это можно назвать прорывом, да. Многие годы были в районе где-то так, не так много, 75, а сейчас 7500. Ну так спичок. Да, многократно. И в этой связи главное, конечно, это сотрудничество в области агропромышленного комплекса. Мы прекрасно понимаем, что для Молдовы единственным сегодня прорывным и быстрым может быть улучшение производственных мощностей через сельского хозяйства. То есть реальный рынок. Реальный рынок. Это Россия. Да. И товары, которые производятся за лето, они заочень могут быть проданы. То есть это быстрый оборот в сфере торговли и быстрые, значит... И главное, какие-то гарантии для земледельцев, что их продукция найдет сбыт. Вот. Здесь мы нашли очень много интересных, для России очень много вещей, потому что наука, хотя и не так активна в этой сфере, но мы нашли интерес к фермирации, ирегации земель, сельскохозяйственного назначения. Для нас интерес к производству семенного и посадочного материала. У нас было две делегации в течение двух месяцев. Изучили все ваши производственные мощности в этой сфере. Для нас очень важно. Мы договорились о подготовке кадров, обмен информацией в сфере сельского хозяйства. Очень важный вопрос. Два месяца назад, в ходе нахождения министра сельскохозяйства Молдовы, организовали встречу с нашим министром сельского хозяйства. У них был очень интересный разговор на перспективу, и они буквально в ближайшее время, пусть и много, так будут встречаться. И на уровне сельскохозяйственных руководителей у нас также очень много интересных будет проектов. Я не буду все перечислять, только одно могу сказать. Все эти вещи закреплены в протоколе Межправкомиссии, который подписали Рогозин и Калмык. И вот только я могу одно сказать. Это от какого числа? 29 ноября. То есть это все тот же пакет? Тот же пакет. От 29 ноября. Для исполнения этого пакета. Ну вот, наверное, мы говорим торговый оборот. Торговый оборот. На самом деле, вот из-за таких, скажем, отсутствия неких компромиссов между двумя зонами свободной торговли, которые мы не смогли сделать, упал торговый оборот, значит, в 2015 году между нашими странами он составил 1,22 млрд долларов. То есть на 32% упал по сравнению с 2014 году. А потом, в 2015-2016, он еще уменьшился на 30%. То есть до сих пор было неуклонное падение? Падение. Пока идет падение, да. Очень сильное. Не считая, значит, вот осени этого года. Мы, если вы помните, где-то в начале года, ведь открыли ряду, значит, товаропроизводителей Молдовы. Некоторые рынки, значит, винную продукцию стали покупать. Потому что год назад здесь очень активно работали эксперты Роспотребнадзора, Роспотребнадзора Российской Федерации, да. И они, посмотрев все, значит, наиболее важные перспективные объекты, значит, определились перечнем товаров, согласовали между двумя сторонами. И в этом плане торговля пошла. Почему? Торговля пошла по линии предприятий Гагаузии, ряд северных районов. Сейчас идет, уже бумаги так составлены, подписаны, уже не будет такого явного разделения Гагаузии, север, юг там, да. Сейчас мы смотрим в совокупности, то есть уже идет разговор на уровне Министерства ведомств, центрального уровня, да, центрального. Но январь-сентябрь 2016 года по отношению к январе-сентябре 2015 года Российско-Молдовский оборот уменьшился на 13%. То есть, вот сегодня мы находимся на уровне 788 миллионов долларов США. Это от миллиарда двухсот, грубо говоря. Это от полутора миллиардов, а еще выше, от двух миллиардов, которые было. Вы называли тогда миллиард двести, но перед этим было вообще полтора. То есть, два раза сократилось. И теперь из этой ямы надо как-то выбираться, да? Да, мы уже выбираемся где-то, вот, если взять, вот, пока остальных данных нет, но предварительно данные говорят, что где-то 6-7% уже пошел в привес. То есть, мы начали выходить. Выходить из пике. Да, надо выходить, потому что... А что послужило, на ваш взгляд, тому, что вот, наконец-то, вот это безумное, никому не нужное падение, наконец-то, вот, стало стабилизироваться? И вы даже говорите, сейчас некоторые пошли тенденции к росту, и, видимо, это будет продолжаться по нарастающей. Ну, я думаю, с одной стороны, это активность наиболее, значит, сегодня известных, скажем, личностей. Потому что партия социалистов ставила с самого начала необходимость этой работы, а Гагаузька автономия это ставила, это северный район оставили конкретно перед своим правительством, перед нашим правительством. И мы постепенно, постепенно понимали, что... Что это не шутки, это серьезные... Это тоже нужна, хотя, значит, объем торгового оборота для Российской Федерации при этом, это мизерный, но мы понимаем, что, значит, трудным положением оказалось производителей товаров Молдовы, и мы постепенно начали, значит, то, что соответствует сегодняшним российским стандартам, постепенно приоткрывать. Это и консервы, это и мясная продукция, это и винная продукция, ну и летние все, и осенние товары, вот эти, значит, все эти... Фрукты, овощи, свежие особенно, да. Но для этого, значит, у нас только одно требование, значит, сегодня. Это то, что товар должен быть, значит, произведен молдавскими производителями. То есть не реэкспортник, а какой-нибудь фокус. Да, абсолютно, да. И второе, он должен соответствовать качеству, которое по нашим требованиям, значит, наших... Третье, это все документы фитосанитарные, должны быть не какие-либо, а настоящие. Не липовые, а настоящие. Да, если помните, мы весной разбирались, разбирались липовые, подставные, там, кого-то уволили, кого-то там... И доверие в результате никакого доверия. Совершенно правильно, значит. Вот, говоря об этом, я хочу просто сказать еще одну вещь. Значит, в каких областях, в каких сферах, значит, мы можем сказать... Нас ожидает наиболее, наиболее... Подвижки. Подвижки, да. Наиболее подвижки. Так, мне кажется, я перелистал. Сейчас, секундочку. Значит, если говорить, значит, о торгово-экономическом взаимодействии, значит, вот, опираясь на тот план действий, мы говорим, значит, наряду, значит, вот, оригинальным развитием сотрудничества, это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Белогородская, Белогородская, Брянская, Воронежская, Свердловская, Нижегородская область. Огромный спирт. Это Татарстан, допустим, да. Ваша Родина. Да, моя Родина, да. Вот таких вот, это вот только я назвал наиболее таких, они расписаны в этом документе персонально по каждой области. Нет, всё-таки, вы знаете, только одно перечисление впечатляет, что на самом деле потенциал дальнейшей кооперации и взаимодействия у нас просто огромен. И во многом от политиков зависит, чтобы этот потенциал не деградировал, как было в предыдущие годы, а чтобы он набирал обороты. Совершенно правильно, совершенно правильно. Поэтому, вот заканчиваем, может быть, долгую историю, связанную торгово-экономическими отношениями. Мы думаем, во-первых, предстоящий визит Игоря Николаевича Дадона в Москву в середине января предстоящего года тоже будет таким знаковым событием. Да, знаковым событием. Во-первых, он собирает ставить ряд вопросов перед нашим руководством, которые сегодня накопились между нашими странами, и нужно решать эти вопросы на высоком уровне. Второе. Это то, что буквально на днях приезжал на инаугурацию Дмитрий Рогозин, имел встречу с вашим президентом, и на двусторонней основе многие вещи были обговорены. А какие вопросы наиболее важны были бы для обсуждения в ходе этого визита. Поэтому буквально на прошлой неделе эти вопросы обсуждались. Я думаю, готовя этот визит, мы рассчитываем, что это положит новое начало между нашими странами. И мы хотим, чтобы год 25-летия установления дипломатических отношений сделать упор на укрепление наших связей, на обновление тех или других соглашений, договоренностей, которые отвечали интересам и России, и Молдовы. Ну, естественно, в этом плане, те заявления, которые делаются с стороны руководства страны, в принципе, мы никак не возражаем против них. Потому что развитие Молдовы и на восток, и на запад, это, наверное, требование не только времени даже, а требование его местонахождения. Как бы на границах двух цивилизаций находится страна. Совершенно верно. Поэтому Россия всегда говорила, мы никак не возражаем, чтобы европейский объект развития страны каким-то образом кем-то ограничивался. Нет. Но мы возражаем, чтобы, развивая одно, закрываться другое. Все должно быть уравновешено, как все в природе. Да. Потому что страна является членом СНГ, страна является членом зоны свободной торговли. Значит, страна может активно сотрудничать дополнительно в рамках Евразийского экономического союза. Есть ряд программ, которые, не будучи членом Союза, могут подключаться постепенно к этим мероприятиям. Поэтому у сегодня Молдовы есть прекрасная возможность пересмотреть свои взгляды и на восточном направлении с тем, чтобы те надежды, которые сегодня есть у многих в стране, это выборы показали. Значит, дать возможность им укрепиться. Потому что чем можно укрепить сегодня отношения? Только с ближением позиций. И сотрудничеством. И сотрудничеством, да. Другого выхода нет. Потому что сегодня любое государство защищает свои национальные интересы. И сегодня, когда и на съезде социалистов, и на съезде демократов, последняя, значит, суббота. Когда говорилось, что надо думать о своей стране, надо думать о своих национальных интересах, о своей государственности, о внутренней политике. Значит, мы это только поддерживаем, готовы оказаться максимальной содействией, что от нас зависит. А вот в связи с этим, чтобы нашим соотечественникам, телезрителям, у которых очень многие родственники, друзья, знакомые, работают в Российской Федерации. Значит, если опуститься как бы на уровень простого человека, вот этот пакет соглашений, который вы показывали в самом начале, что это реально даст этим людям? Ну, во-первых, я так понял, какую-то уверенность, что он здесь не на птичьих правах, а он находится все-таки. Мы все дети Советского Союза, выходцы оттуда, и так сказать, что эти связи как бы восстанавливаются давние, да. И вот это, если взять вот таком, ну, я бы не сказал юридическом, а вот чисто в плане, так сказать, реальном-то, практическом. Вот если это все, значит, судя по всему, начинает набирать обороты, надо ли будет каждые три месяца катать туда-сюда из России в Молдову, чтобы там что-то обновлять, переоформлять или еще какие-то? Вот что это даст вот нашим друженикам? Ну, я как-то говорил о том, что подписание трех соглашений между нашими правительствами дает правовую основу на всех направлениях жизнедеятельности, значит, с одной стороны, самих мигрантов трудовых, ставить свои, защищать свои права, знать, что требовать от местных органов власти, от тех, значит, людей, которые являются, как бы, значит, работодателями. А с другой стороны, государственные органы власти будут уже иметь некую обязанность и обязательность перед этим, значит, этими трудовыми мигрантами, независимо российскими здесь или молдавскими в России, значит, защите, значит, их интересов внутри страны. То есть, это как бы правовая основа их пребывания и здесь, и там. А дальше пойдет конкретика. Да, там все расписано, что есть ли в случае, есть ли там, да. Значит, начиная с заработной платы достойной, условий жизни, там, и всех-всех вот поэтапных вещей. Это как бы документы. А в реальной жизни, конечно, сейчас-то получается не так, что... Просто и гладко. Да, и сейчас-то нарушаются права трудовых мигрантов, а у него сегодня нет возможности и ставить там... И защиты никакой фактически нет. Защиты только общего характера, да. Поэтому, с другой стороны, я полагаю, это даст возможность между государствами, правительствами подписывать какие-то другие соглашения в развитии этих... О чем вы говорите? Сегодня уже не обязательно три месяца назад. Сегодня есть много вариантов. Годовая лицензия. Продлением еще на год лицензии. То есть, если трудовые мигранты сегодня будут соблюдать те правила, которые даже сегодня есть, многие спокойно могут работать годами, тут нет обязательно. Но многие или по незнанию, или по каким-то другим причинам, значит, нарушают законодательство миграционное Российской Федерации. И лишаются права на дальнейшее пребывание. Да, они сами того не знают, лишаются, допустим. Но вовремя не зафиксировался, вовремя, значит, не оформил документы и так далее. И он, уезжая, получает определенное предупреждение о невозможности больше выехать в Российский Федерации на работу. И как раз, насколько я понимаю, Игорь Николаевич Дадона, он хочет поставить этот вопрос, как раз, смягчение этих требований. Или приведение... Большего доверия, большего правового обеспечения. Совершенно право. Спасибо большое, Фарид Мугарашевич, за вот все эти пояснения. И я хотел бы попросить вас, вот наши соотечественники, телезрители, хотели бы услышать от вас, ну, я знаю, как принято под Новый год, какие-то впечатления, мнения, пожелания, пожалуйста. Ну, естественно, я как раз хотел этим завершить. Поэтому обращаюсь к соотечественникам, к гражданам Российской Федерации, проживающим здесь, гражданам Молдовы. От души поздравляю всех их, всех вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Сказать, что Российская Федерация в моем лице, в лице посла Российской Федерации, желает вам успехов в будущем году. На самом деле, год, следующий год ожиданий, я так понимаю, многих. И надежды. И надежды, да. И мы желаем вам благополучия, чтобы каждой семье был достаток, каждая семья, радостно встречая Новый год, и имел хорошие перспективы в течение года реализовать свои планы. Желаем вам оказывать содействие в укреплении наших отношений между Россией и Молдовой, потому что от нас всех зависит, какие будут отношения между нашими странами. В этой связи, я думаю, давайте встретим Новый год радостно, теплыми и семянными, в семянном кругу у каждого, или коллективно своем, в своей корпорации, или где-то еще-то, с тем, чтобы отдохнув хорошо, с Нового года начать новый этап нашего взаимоотношения, взаимодействия. Спасибо. Да. Спасибо. А вам успехов, Виктор Иванович. И вам спасибо. Ну, вот так сумбурно. Дорогие соотечественники, значит, как бы это вам сказать попроще, значит, дело в том, что Фарид Мобарахшевич, еще и мой коллега, вы сами знаете, послы бывшим не бывают. И когда дипломат произносит слово сумбурно, никогда не верьте дипломату. Это означает, что он сделал все для того, чтобы было максимально ясно, исходя из ограничений, из возможностей его профессии дипломата. Но поверьте мне, что когда дипломат говорит не с дипломатами, а говорит с гражданами той страны, где он аккредитирован, он с гражданами, в отличие от политиков, всегда говорит честно, всегда говорит искренно. И грош цена тому послу, который не любит тот народ, среди которого ему приходится работать. А вот Фарид Мобарахшевич, я это могу достоверно сказать по Бутученам, что в какой-то степени и наши молдавские земли когда-то входили в состав так называемой Золотой Орды. И вот Бутучен – это город Шехр-аль-Джидид-аль-Махруса, одна из самых западных столиц некогда могучей Золотой Орды. И поэтому Фарид Мобарахшевич, когда ступает по земле Молдовы, когда он ступает по земле Бутучен, сердце у него, безусловно, начинает сильно биться, потому что когда-то на этой земле ступала нога его предков. И поэтому я могу смело вам сказать, что в молдавском языке есть масса тюркских слов, просто огромная масса тюркских слов. Я не хочу их перечислять, но могу сказать только одно, что наш молдавский народ многонационален, и в наших сердцах колотится сердце далеких наших предков самых различных национальностей, в том числе и татарской. Поэтому, дорогие мои соотечественники, дорогие мои молдаване, дорогой мой многонациональный народ. Это последняя передача авторской программы «Позиции» в этом году. Желаю вам счастья, здоровья, и желаю, чтобы надежда никогда не покидала наши сердца. Вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин